Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Что у вас вызывает, какие ассоциации у вас вызывает звание депутата? Депутата, народного депутата, не простого депутата, а народного. Вот что вы чувствуете? Уважение к этому человеку, надежду, что он там во власти представляет интересы народа и делает все во благо. Вот какие у вас ассоциации со словом депутат разных уровней? Государственные думы какой-нибудь, гражданин Володин, голубая устрица или еще кто-то там, или в Совете Федерации, нет, там не депутаты, там сенаторы. Ну ладно, депутаты и полицейские, защитники, защитники стоящие, что они всегда помогут, придут, защитят вас от преступников или вообще что-то. Да, вот такие две нужные профессии. Как это? Все работы хороши, выбирая на вкус. Я бы в депутаты пошел, пусть меня научат или еще что-то. Да, друзья мои? Или в полицейские пошел, пусть меня научат. Но, друзья мои, жизнь показывает, что почему-то власть, которая дает, вот эти должности дают власть и какие-то средства. Почему-то многие из этих людей используют вот именно противоположное, да, они наоборот с этой помощью нарушают закон и ущемляют людей. И вот некое такое подтверждение. В Воронежской области на пешеходном переходе депутат, ну на полной скорости, на зеленый свет, да, то есть зеленый свет для пешеходов, а для себя на красный свет, сбивает пожилую женщину. Ее отвозят в больницу и там она умирает. Приехавший инспектор, старший лейтенант, страшный лейтенант полиции, везет депутата на освидетельствование. Хотя и так ясно, что есть признаки опьянения. И там, на этом освидетельствовании, выясняется, что депутат абсолютно трезвый, потому что страшный лейтенант за него пописал в баночку. То есть сдал депутат, а так как лейтенант был трезвый на службе, заметьте, трезвый, молодец, молодец, он сдал анализ. Но, друзья мои, так как видео с тем, что пожилую женщину сбивают на полной скорости, прямо вот классика, да, не то, что где-то случайно, если бы она, не дай бог, переходила где-то не в положенном месте, да, а рядом с переходом, это было бы там, она была бы виновата, еще бы заплатила бы, наверное, депутату, или внуки ее там платили бы, депутату за поврежденную машину. Ну, классика, камеры, камеры сняли это. И люди возмутились, и следственный комитет, как говорится, как у них, возбудился, они возбуждают дела, возбудил дело, и поняли, что моча в стаканчике не принадлежит депутату. Потому что, видимо, на съемках было, на кадрах было видно, что человек за рулем явно неадекватный. Ну, в общем, сейчас, слава богу, разобрались, хотя женщине, женщине и ее родственникам ничего это не вернет, вряд ли этот мерзавец-депутат раскошелится, или еще что-то сделает, вряд ли его посадит. Все равно, как бы там, шишел-мышел, взял и вышел, в общем-то, отмажется. Но, сам факт. Значит, ну, страшного лейтенанта привлекут к ответственности, и это хорошо, это будет наука другим мерзавцам в погонах и без погон. Ну, во всяком случае, здесь можно сказать, хорошо, следственный комитет сработал хорошо. Браво, браво, так сказать, Алексашке Бастрыкину, этому седовласому мужчине. Ну, если хоть что-то, хоть кого-то мы можем похвалить, если выяснили, что, как говорится, депутаты-козлы поголовно, поголовно, вот покажите мне одного депутата, скажите, это хороший человек. Вот покажите мне этого депутата, и я там в ножки ему поклонюсь, действительно скажу, ну, ты, вот ты прямо жемчужина, бриллиант среди всех, всей этой навозной кучи, среди всех депутатов. А так, просто видишь депутата, можно плюнуть ему в морду. Или дать пощечу, он скажет, ты мерзавец и дерьмо, просто-напросто. Ну, друзья мои, что можно сказать о кривоохранителях? Ну, скажите, призываешь к чему-то, нет, ни в коем случае, не плюйте в морду, а то, а то получите срок. Нет, я к этому не призываю. Но посмотреть на них и про себя сказать вполне можно, сказать, будьте вы прокляты, все ваше это репейное племя, племя погононосцев и племя этих депутатишек вонючих. Да, друзья мои, вот это хочется сказать. Ну, ладно, друзья мои, кто же этот депутат, который в Воронежской области, в городе Лиске, на улице Ленина, на улице Владимира Ильича, этот депутат, то есть кощунство сбивает. За рулем 73-летний бизнесмен и депутат Толик Шабанов. Ох, Толя, Толя, козел ты, Толя. Ну, и депутат, видите, какой ловкий, сразу лейтенанту, страшному лейтенанту сказал, пописай за меня в баночку, и я тебя озолочу. Ну, вот теперь озолотил. Хорошо бы, что одного и второго бы, как говорится, закрыли бы, закрыли, и пусть они бы по тюрьмам, по лагерям помаялись, но боюсь отмажутся, боюсь все там окончится какими-то условными сраками. Все, драгоценный мой, как думаете, есть ли еще кто-нибудь среди депутатов, вот скажите, есть ли хороший, сейчас скажите мне этот красномордый, как его там в Госдуме-то такой, красномордый такой фукс в очках, как его зовут-то, ну тоже он типа за народ, за народ, так и за справедливость, мне он раньше нравился, а сейчас тоже смотрю, козел он, как его зовут-то, блин, вот, тут ведь, голова дырявая, ну такой вот, такой, такой правдоруб такой, выбился так случайно, как будто случайно, я думаю, сука, не случайно, пробрался, притворялся хорошим, а сам козел, забыл, друзья, мои, вот забыл, вы, наверное, помните, Он-то у него морда такая красная, такой в очках, такую за справедливость Ну, сучок Ладно, пока, счастливо